Анатолий Иванович Панов, профессор МГУ, доктор политических наук, маятник, кому и как с ним можно и нельзя работать. Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги, соратники, единомышленники и все, кто нас смотрит на эту минуту. Только предыдущие выступления говорили иногда даже непонятный смысл этих слов об энергии, о полях и так далее. Зададимся вопросом, а что и насколько мы можем, грубо говоря, пощупать, допустим, поле, пощупать, допустим, энергию. Мы результат действия энергии можем увидеть? Вот насколько простой, относительно простой человек может это увидеть? Есть два прибора, которые люди уже давным-давно научились пользоваться. Это маятник и рамки. В данном случае я вам расскажу лучше, так, кое-что покажу по работе с маятником, но в названии моего выступления очень важный смысл скрыт, скрыт и раскрыт. А все ли могут, а все ли имеют право, и не вовредь ли будет это и тому, кто работает с маятником, и тому, кому он и показывает и так далее. Что такое маятник? Маятник – это, можно сказать так, съем энергии окружающей нас. Это показатель того, что энергия с нами рядом. Это, здесь говорилось о ментальности, это то, что можно физически, ну, скажем, для начала увидеть вот эту ментальность. Что такое ментальность? Передал мысль? Ну, как я передал? Ее пощупать нельзя. Вот маятник можно показать. Но в маятнике, пожалуй, больше правил и предостережений, и большая техника безопасности, чем просто научиться и показывать что-то маятникам. Вот, к примеру, у меня в руках два маятника. Это маятник с меди. Ну, я его сам делал из меди, из красной меди. Он хорошо работает со мной, и я рекомендую его. Металлические маятники – самый лучший серебряный. Даже, так можно сказать, золото. Там намного сложнее с ним работать. Поэтому, ну, простой маятник в меди очень хорошо работает. Второй у меня маятник в руках. Это кремний. Волшебный камень, который до сих пор, ученые думают, откуда он и почему произошел. Я не буду об этом говорить. Пусть они там ковыряются. Но он очень хорошо работает. И что значит он хорошо работает? Тот или и другой маятник? Это те маятники или те частицы камня и металла, которые входят в резонанс с человеком. Поэтому там можно и работать. Опять, мое слово запомнили? С человеком. Согласно моей градации, градации многих ученых, моя градация вот в этой книге, психотипы у других ученых, у других наших нож-поршнев, Диденко, многие ученые наши рассматривали. Сегодня американцы шесть типов дают. Александр Румега дает там где-то в чуть ли не под двадцать и так далее. Это уже можно, ну, как хотите, изучайте, как хотите. Но самое важное. Ко мне многие подходят, говорят, а у меня ничего не получается при работе с маятником. Вторая опасность, о которой говорят, это то, что маятник говорит неправду или показывает. Но самое главное, здесь мы теряем вот что. Что? Познай себя, познаешь мир. А кто ты? Ты взялся работать с маятником. А кто ты на самом деле? Маятник с тобой или маятник без тебя? Или через маятник какие-то некие энергии, частоты, силы, некие поля воздействуют на тебя? Мы знаем, что показывают примеры в интернете, знающие люди. Я несколько уроков взял у алтайского деда. Сейчас он не появляется в интернете. Борис Иванович, офицер из Афганистана, там был ранен сильно и потом как-то сошел. Я был у него на Алтае. Вот он прекрасно работал с маятником. Еще раз повторяю, что такое работать с маятником. Он его чувствует, он ему показывает то, что он задает вопросом. Самое простое правило первое, это спросить, может ли он с вами работать. Сейчас я на практике буду это показывать. Второе правило. Задавать только простые вопросы, на которые он может ответить, да или нет. Отсюда начинаются ошибки большие. Неправильно задал вопрос, получил такой же ответ. Ну, кто-то захотел узнать, суп горячий или теплый. В эту секунду неизвестно, а сколько вы понимаете под горячим или теплым. Второй, более точный. Есть маятник Мезенцева, если кто знает. Он определяет половой признак того, кто с ним работает. Даже в теле мужчины может быть женщина, и наоборот, сущность женская, и наоборот, в теле женщины мужская сущность. Почему? Ну, все есть у нашего народа. Маменькин сынок. Не знали, как по-научному это объяснить, но люди это заметили и сказали, маменькин сынок, женская сущность в нем. И вы потом можете его предсказать свободно, всю его судьбу. Или папенькина дочка. Это наоборот. Так вот, Мезенцев научился на несколько, ну, скажем, минут, там, примерно на пять минут, нейтрализовать воду. Вы знаете, что она несет, всегда несет информацию, а он ее обнулял. И вот в этот момент эта вода показывала, кто вы есть на самом деле. И там у него на одном месте колечко, на другом месте такой шарик. И вы определяетесь, кто вы. И отсюда начинаете работать. Да, Мезенцев более точно показывает все. Допустим, ваши продукты питания, куда идти, куда не надо идти и так далее. Другие Майдники, в зависимости от того, как вы с ними работаете. Что значит с ними работать? Вы уловили поле то самое. То самое, что наши ученые Кирлиан, эффект Кирлиан, знаете, да? Чисто на физическом уровне палец поставил и вокруг вас семь тел. Доказательства? Доказательства. Но это через прибор более такой, наверное, сложный или через биополе, которое физическим, точнее, контактным способом можно определить. Здесь вы контакта практически нет у меня с Майдником. Хотя я, когда мне говорили, что здесь, значит, ты что-то там передаешь, шатаешь руку и так далее. Руку и привязывали, держали руку и так далее. Но я допускаю, а сейчас мы это проверим, допускаю, что все-таки через мою руку, даже вот это нейтральный, я обязательно беру хэбэшную ниточку, чтобы она практически не пропускает ничего. И все-таки, по всей видимости, это проходит. Почему? Я сейчас вот, будем практикой заниматься. Смотрите, у нас здесь в зале сидит где-то чуть более 10 человек. Я говорю, чуть более 10 человек. Вот давайте все вместе проведем такой эксперимент. Сначала я спрошу, могу ли я работать с ним в учебных целях, а потом все вы, допустим, постарайтесь заставить памятник или качнуться, или пройтись по кругу. Хорошо? Все. Ну, представляете, мощь более 10 человек, значит, это ж можно? 13 человек сидит. А я скажу, какую, и вы, пожалуйста, сделайте, как хотите. Итак, первый вопрос. В учебных целях я буду говорить. Когда я сам работаю, я передаю ему это, и вы убедитесь, я покажу, передаю это. Ну, я не знаю, как, честно. Вот говорил полковник, что он там, что-то искусственный интеллект, там, ментальность и так далее, что этого нету, или это есть. Ну, получается у меня, значит, хорошо. Смотрите. Первый мой вопрос, простой. Пока без... А, вот. Смотрите, я его настраиваю на работу. Итак, настраиваю на работу для меня. Да, пожалуйста. Два варианта. Какой рисунок? Вращение по солнцу или против... Да, вращение против солнца нет. И крестообразное движение. От меня ко мне. Да. Вправо-влево нет. А если стоять? Стоит, значит, или он, мягко говоря, не знает, или не хочет, или, как говорит наша мудрая воля, кто-то сильнее вмешался, или вообще ты дурак. Либо вы боитесь, как это дурак. Да. Хорошо. Итак, начинаем. Мне в прошлый раз сказали мастер-класс провести, но это пусть не мастер-класс, но что-то такое на практике. Сразу предупреждаю, если кто совсем никогда не работал с маятником, прямо так не бросайтесь с ним работать. Сначала много-много прочитайте литературы, а потом медленно-медленно приступайте, иначе можете просто хлопотать. Итак, смотрите. Видно, да? Мой вопрос в звуке. Скажи, пожалуйста, могу я сейчас с тобой работать? Я вам сказал, что это мои маятники, они у меня строены от меня ко мне. Если мне нужно по кругу, я перестрою его. Благодарю. Смотрите, он сразу мгновенно встал. Второй вопрос, чтобы вам понятно было, могу ли я сейчас с тобой работать в учебном режиме. Благодарю. Второй вопрос обязательный. Я, честно говоря, полностью не разобрался, но вопрос второй обязательно в следующий. В этом месте есть Акаша? Нет. Это обязательное условие, чтобы здесь Акаши не было. Но не Акаши, те, которых мы знаем. Акаша. Я пока, честно, пытался, пытался, ну, не знаю, что это такое. Аркаша? Акаша. Акаша. Можно работать. Если есть, возможно, возможно, значит, и в этом плане, если Акаша здесь есть, работать нельзя. Так, минуточку, пусть он не Акаша. Итак, разрешение я получил. Для себя у меня тот вопрос, который я не буду говорить, потому что это уже я работаю, ну, скажем, по своему контакту, который мне выдает более-менее правдивую информацию. В настоящее время я вам говорил. Итак, пожалуйста, все вы заставьте работать маятник, скажем, покачаться от меня ко мне. Я настроил всех на одно, от меня ко мне. То есть, сказать «да». Близлежащие видят, что он фактически стоит на месте, то есть, вам не подчиняется. Нет, у нас нету. Нет, ну, он слабо, слабо. Вот у меня чуть, наверное, рука дрожит. Вчера водку пил. Нет, стоит, стоит. Стоит, ребята, стоит. Ну, у меня уже рука устала чуть-чуть. Я не искрываю. Сейчас еще другой сделаем пример. Так, я его благодарю. Просто всегда благодарите. Второе. Пожалуйста, нет. Нет движения вправо-влево. Все заставляют маятник качаться вправо-влево. Мой маятник. Все видите, что он стоит, не подчиняется вам. Да ну, я же говорю, у меня рука уже устала. Идите, держите мою руку и пусть... Вот сейчас я качнул, вот упал. В принципе, нет. Вы сейчас увидите, когда он будет шарахаться от стены до стены. Вот тут нормально работает. Так, хорошо. Здесь не получилось. Благодарю. Так, более чуть сложнее. Пожалуйста, заставьте маятник вращаться по солнцу. Если у меня, то вот так. Ну, в любом случае, по часовой стрелке. Все думают, чтобы он заставляет, просит. Не знаю, как хотите. Ни в коем случае не надо. Вы мешать будете. Да сейчас, сейчас я скажу. Ну, благодарю, все равно не получается. Вы видите, что не получается? Пожалуйста, против солнца. Все действуют на маятник, чтобы он вращался против солнца. То, что дрожит, у меня уже рука устала дрожить. Я вам сейчас убедил. Вы убедитесь. И что? И ничего. Так, благодарю. Одну минуточку. Одну минуточку. Я потом расскажу. Я расскажу, в чем дело. Это немножко... Ну, потом скажу. Что-то хотел вопрос? Я хотел спросить. А вот если его просто подвесить на независимый источник... Минуточку. Я на это отвечу. Я на это отвечу. Я вначале говорил, а вы чуть-чуть пропустили. Хорошо. Итак, кто из вас меня попросил, чтобы я его с ним что-то сделал? Любой вопрос. В смысле, да, нет. По кругу. Что? Спроси, пожалуйста. Получится все-таки запуск? Нет, нет. На такие вопросы не отвечаю. Сейчас мы работаем только так. Кто из вас скажет, куда направить маятник? Работаем по кругу. Против круга или против? Потом, Оля, твой вопрос будет. Против. Против. Александр врач попросил, чтобы меня попросил. Маятник вам не подчиняется. Против солнца он стал вращаться. Все наблюдаете? Заявка принята. Все наблюдаете, что маятник стал работать против солнца. Благодарю. Кто еще здесь, мой друг? Кто? Кто еще? Какие варианты? По солнцу. По солнцу. Нет. Заявка отклонена. Сейчас скажу. Я скажу. По солнцу есть? Ну, давайте я тогда. Вот смотрите. Что? Стоит на месте. Мы же не задали никакой вопрос. Заявка отклонена. По солнцу. Смотрите. Все видите? Работает? Да. Работает. Благодарю. Спасибо. Нет. Остановился. Благодарю. Теперь вопросы. Значит, предупреждаю сразу. Вопросы, естественно, интимного характера нельзя. Прогнозы. Я могу задать вопрос, но никому не скажу ничего. Тот, кто умеет работать с маятником, прогнозы у себя знает, может тому человеку в другой форме подсказать. Ну, допустим. А спроси, кто умеет работать с маятником? Спроси, сколько нас таких? Сейчас скажу. Будем говорить. Смотрите. Давайте тогда по-другому. Простой. Сейчас мы будем спрашивать у него, сколько человек сидит в зале. Сколько человек сидит в зале. Но он не скажет же мне, ну, смотрите, значит, у нас 7, 10, 13, 15 человек. Он же мне не скажет словами, да? А я буду называть цифры. Как я не говорю. Он у меня настроен да-нет. Да-нет. Скажи, пожалуйста. В зале сидит 10 человек. Смотрите. Нет. Активно причем. В зале сидит не 10 человек. Ты не смотри, смотри туда. Я и туда смотрел, и сюда, если меня касается. Понятно, да? Благодарю. Что остается? Начинаем числа говорить, да? У нас сейчас в зале сидит 7 человек. 7, 9. Оля ушла или здесь? Я пока здесь, но ты не то говоришь. 10. Подожди, ты то, не то. 13. 13. 15, это хорошо. С рождения. В зале сидит 15 человек, скажи, пожалуйста. Тоже нет. Вы помните, что я спросил? Я спросил, благодарю. А давай вместе. Реально. Ты этим, а я другим. Давай посмотрим. Мой я не дам. Почему? Пожалуйста, да, другой вариант. Оля, я разрешаю. Снимайте с себя цепочку, кольцо, все что угодно, хоть гвоздь. И со своим работайте. На них моя энергия. Так неправильно. Должна быть единая энергия. Одно. Частота полностью убирается, тогда будет результат. Тогда тебе это говорят. Понятно, да? Она ушла. У нас осталось 2, 4, считайте 8 и нас трое как 9. 4, 6, 8, 9. А с вами вместе 11. 11 человек. 11 человек. Он настроен да, нет. Скажи, пожалуйста. Ну, неправильно я его задавал, он мне ответил нет. Давайте сразу ляпнем его, да? Скажи, пожалуйста, в зале находится, в этом зале находятся 11 человек? Кто близко сидит, кто далеко, можете убедиться, что категорически да. Благодарю. Уяснили? Категорически да. То есть подтверждение. Это самые простые были вопросы. Самые простые вопросы. Что еще можно сказать? Ну, давайте вот второй, можно с этого, с Кремния, с Камни. Да, я же могу влечься этим. Я сейчас буду лучше говорить уже по категориям, кому можно, кому нельзя работать. Хорошо? Такие вот вопросы уже не поймут. Итак, по моей книге есть градации на пять категорий человекообразных. Итак, начинаем с Бога. Нужно ли с маятником работать по поводу Бога? Я считаю, что это не нужно, потому что частоты Бога нам неизвестны. Это не единая частота, а Бог это единая. Это у Него, а не у меня с Ним. Понятно? Да. Поэтому я же... Ну, что я могу Богу попросить что-то? Не стоит проверить Его частоту. Тоже я не знаю. И так далее. Но ниже Бога у меня по моей книге идет человек. Но в данном случае я говорю о человеке как высшем, скажем, высшем развитии. Но если человек с высшим развитием, ему не нужен маятник. Он чувствует под другими своими... Разбирать чувствами, умением, разумением, контактами, частотами и так далее. Ему в принципе не нужно. А вот что ниже человека, чуть-чуть до людей. Вот здесь можно уже работать и с маятником, тем нам. Мы только начинаем подниматься в различной степени, в различной стадии и на различном уровне поднятия, вышить Люда. Ниже Люда маятник работать не будет, и я вам сейчас это докажу. Понятно? Андрей, можно про тебя сказать? Андрей Сафронович недавно здесь показывал воздействие на меня, Климова. Он своими этими приборами на меня. И тут же рамка его, он с рамкой работает, рамка четко показала увеличение моего поля или силы. Четко ясно. Естественно, что если вы очень сильно будете работать, то вы будете более, более, более точно заниматься. И найдете болезнь и так далее. Критиков по этому поводу половина интернета, половина за. Я убедился, что это работает в различное время, различное и по-разному. Понимаете? Второе. Обезьянные люди у меня идут. Вот по моей книге. Обезьянные люди этим не пользуются. Частоты такие, что они не пользуются. Я не знаю, кто из этой категории смог это сделать. Но! Но! Смотрите. В моей градации к обезьянным людям относится и снежный человек, и развитый и неразвитый. У них интуиция настолько развита, что маятник им не нужен. Наверное. Это мое предположение. Ради Бога, у вас же может быть другое. Люди-клоны. Люди-клоны абсолютно не могут работать и абсолютно не обращаются к маятнику. Человек-клон, у него программа, ему не нужен маятник. Просто. Просто не нужен. Он его не воспринимает, он его отталкивает. Это инородное тело для человека-клона. Точнее, человекообразного, человекоподобного. То, что клон. Они делаются в различной степени. Вы же не понимаете, что это не значит, что вот прямо выскочил откуда-то из ящика. Вот он, клон, сделан. Почитайте книги. Там я кое-какой материал набрал. Но это еще не все, что скрыто от нас. Далее идут зомбированные биороботы. Это мы с вами в различной степени. Вот из них те, кто хочет познать больше, научиться больше. Походить по различным зонам, как у нас Андрей ходит, как у нас вот климат ходит. Многие здесь присутствуют, изучают различные зоны. Вот им, как говорится, и маятник в руки, и рамка в руки. Воду найти. Здесь есть вода? Нет. Я пользовался этим маятником по поиску воды. Вот, и рамками пользовался. Что рыть здесь землю, если воды нету? Ну, отойди 5, 10, 20, 30 метров в сторону, и тут же тебе рамка или маятник покажет, что здесь вода есть. И даже узнаете глубину, на какой глубине. Ну, и относительно последнее по моей градации, это рептилоидность с признаками рептилий. Ну, с признаками рептилий у нас почти все человечество. Андрей Тюняев доказывает, что мы все вообще-то, ну, как цивилизация, произошли от той цивилизации. Владимир Шуншук немножко поправил, мне подсказал, что человек сразу становится человеком. То есть, я имею в виду, вот этот зародыш, где головастик, тот идет, да. Остальные гибридные люди. Это не значит, что мы плохие или хорошие, неважно. Остальные вот идут оттуда. И вот начало, начало, вот этот вот головастик, это от предыдущей рептилоидной расы, где там драконы были и так далее. И связи у нас социальные с ними есть. Китайцы поклоняются как обезьяну, у них каждое село и город имеет царя свою обезьяну, так и постоянно поклоняются драконы. Вот. Я думаю, да, пожалуйста, в Осло целый парк из камня высечен скульптором почти современным. Показы взаимоотношений человека и драконов, человека и рептилий. Ну и что? Ну, ради бога, бегают с хвостом тут и пусть бегают. Меня лично это не волнует. Но работать с маятником они не могут. И если в каком-то человекоподобном, человекообразном превалируют признаки тех, кого я назвал, кроме божественных, человеческих, маятник с ними будет работать плохо. Это частоты. Частоты у рептилоидных ниже, чем у человека, человеков. И маятник с ними работать не будет. Это уже тоже доказано, это показано. Если вы научитесь хорошо сработать с маятником, вы очень много будете для себя. Ну, допустим, стоит ли идти сегодня в клуб искательный? Стоит. Понимаете? Что-то случится, не случится. Он вам подскажет. Да, нет, да, нет. Если хотите более утонченно узнать что-то, но более близко к истине, значит, вы рассекаете что? Рассекаете область все меньше и меньше и меньше. Это как на карте. Берете карту Российской Федерации, потом карту области, потом карту района, потом карту района и так далее. Кстати, помните, был такой стрелок в Белгороде. Его обнаружили, точнее, не обнаружили точно, а сказали, что он Белгород. Ребята, ну как, те, которые работают с такими предметами, с такими инструментами, в Белгороде подсказали полиции и другим, вот, подсказали, что он находится в Белгороде. В основном отказались, отказались, что это не так. Губернатору было невыгодно говорить о том, что этот убийца в Белгороде. Отказались, сказали, ну это чушь тут придумали вы и все остальное. Где его нашли? Это убийца нашли на вокзале в одном из заброшенных железнодорожных вагонов с углем. Ну, железнодорожная станция в одном из вагонов на железнодорожной станции в вагоне с углем. Ну, такой товарняк стоял. Он был там. Если бы поверили, что он в Белгороде, начали бы сужать область поиска. Белгород, город большой. Уже, уже, улицы прошли бы все, 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 все. Вокзал, ага, вокзал. Район вокзала, географический. Вот он. Ну, я думаю, что, ну, с погрешностью там несколько метров могли бы найти. Этим приемом пользуются все наши спецтруктуры. Это нормальное явление, так что ничего тут такого особого нет. Единственное, будьте осторожны. Это с вопросом, какой задаете. Это с пожеланием. Вдруг, там, значит, вы что-то нехорошее затеяли. Долбанет же по вас. Прогнозы, вот еще раз говорю, прогноз вы можете узнать. Но пока с вас еще не все умеют скачивать информацию с мозга, поэтому вы, зная, что с этим человеком случится хорошее или плохое, вы это держите у себя в голове. У себя в голове, но если плохое, ну, как-то предупредите, ну, пойдите рядом с ним там чуть-чуть. Можно же упасть и башку разбить, а можно упасть шишку только. Урок получили по жизни? Получили. Теперь соображайте дальше. Мы же уроки. Все наши болезни – это наши уроки. Это и в христианстве об этом говорится. Это просто по жизни то же самое. Это наши уроки. Пожалуйста. Далее. Можете с помощью маятника оказать кому-то помощь. Можно это. Далее. С помощью маятника можно закрыться. Это можно, ну, скажем, проверить. Допустим, вы двое работаете, кто-то хотел с вас снять энергию или просто просмотреть. Вот ясновидящие сейчас балуются, всякие там, настоящие, ненастоящие. А я вот хочу тебя посмотреть. Мне по книжке иногда с других городов говорят. А я хотел бы, Анатолий Иванович, или хотела, в основном хотела, значит, на вас посмотреть. Ну, смотрите. Через некоторое время пишут. Да я не вижу вас. Я, правда, рассказывал еще о куполе над Москвой, о котором сделали физики. Вот ушел у нас здесь товарищ, он говорил что-то похожее. Да, ну, как изобретение. А это изобретение давным-давно. Оно сделано. И те, когда нам говорили, что вокруг Москвы эти ракетные шахты по кругу сделаны для того, чтобы защитить Москву, да, это так, ракеты стоят. Но еще энергетическая полусфера. Пробить ее можно, но или прозевали, или не той мощности поставили, или еще что-то. Если все будет, работает, ни одна ракета, естественно, знать мощность этой ракеты, энергетическую мощность, то она не долетит. Она будет взорваться где-нибудь на подлете к Москве. Это испытано технически. Точно так же, как у нас рассказывали. Проверь на кого-нибудь, ну возьми какого-нибудь человека, а то вот говорят, пора закачивать. О чем проверить? Я сказал, какие нельзя. Треть минут уже. А, да, все, я прекращаю дозволенные речи. Пусть, пусть, возьми кого-нибудь. Ты что? Женский мужской маятник. Женский мужской маятник. Мужской маятник – это шарик, женское кольцо. А если мужчина, женщина? Маятник будет вот так шататься. А что значит браслет? Ну давайте я спрошу. Какой вопрос можно задать? Смотрите, не отходи. Поближе встань, пожалуйста. Смотрите, вопрос я задаю могу так. Руки возьми. Кого? Ну можно в руку. Можно в руку. В руку можно. В смысле руку? Поставь-ка. Браслет в руку. Да, это лучше. Клади руку. А хочешь вот так положи даже. Лучше правая. Правая отдает. Она и нормальная. Вопрос следующий будет. Смотрите. Данный браслет, скажи, пожалуйста, данный браслет полезен для мужчины, держащих его в руках? Благодарю. Бесполезен? Бесполезен. Подожди. Стоп, стоп, все, еще. А сюда? Ну-ка, подожди сюда. Не-не-не, сейчас, сейчас, сейчас. А это не твой. Это его. Ну и что? Не, не будет. Да ладно. Не будет правильного ответа. Да ладно. Скажи, пожалуйста, данный браслет вреден для мужчины, держащего в руках браслет? Благодарю. Бесполезно. Так, а можно проверить? Браслет на стол положить? И те же самые вопросы. То есть не в руке, а в руке. Хорошо. В руке просто усиливает его воздействие на маль. Вообще, полезен этот браслет? Вообще. Кому-нибудь. Вообще. Кому-то полезен. Нет, конкретному человеку. Господи, да пора уже заняться тематикам всем. Скажи, пожалуйста, браслет для его владельца полезен? Благодарю. Не вредно, не вредно. Это как директория, да? Давайте любую вещь вашу. Что-нибудь такое личное. Типа начальник. Шунгит. Шунгит. Это... Я знаю про шунгит. Аж какой вопрос задавать? Полезен или вреден? Скразу скажу полезен. А что он показывает? Кому как? Ну, почти. Он же полезен чем? Он обеззараживает. Поэтому вопрос, который я сейчас задам, он не туда. Да, вот если скажу данному полезному владельцу. Хорошо, а если вопрос эффективности, то есть не полезен ли, а эффективен ли для данного человека? А как эффективность, значит, нужно чем-то измерить. Единичка эффективность, большая эффективность, малая, средняя. Значит, надо сначала определиться точно с вопросом. Он хотел сейчас сразу не определить. Сейчас, секундочку. Анатолий Иванович, у нас уже время поднимают, у нас еще пять докладчиков. Прошу, прощи. Скажи, пожалуйста, данный камень полезен для его владельца? Благодарю. Да. Сейчас, поднимите нам к яичку, которое раздали. Оно для меня полезное. Вы его не ешьте. Вы его положите. Это продукт. Это продукт. Это не продукт. Это зародыш. Давай с рукой. Потому что он только что был в чужих руках, поэтому я могу... Держи в руке. Ага. Правая рука, да. Правая рука. Скажи, пожалуйста, данное яйцо полезно для владельца или для руки, которую он держит? Владельца яйца. Это цирковый железо. Я уже сижу. А цирковый железо полезно или нет? А зачем вы железо держите в руке? Я потом... Стоп, секундочку. Да, я понял. Я понял ваши эти самые штуки. Не общий вопрос только. Полезно или не полезно? Да, вот как сейчас лучше в руке. Давай правая. Для этого человека этот металл полезен или нет? Хорошо. Откомповать подальше. Скажи, пожалуйста, данный металл полезен для его владельца, который держит руку. Да, благодарю. Так, все. Уважаемые коллеги, благодарю за внимание. Ну что, ты будешь комментировать? Ну, я могу. Давай, Андрей, много знал. Я с удовольствием его. Значит, мои соображения. Дело в том, что я предпочитаю работать с биорамками, а не с маятником. Значит, объясню, почему. Маятник – это слишком чувствительный инструмент, биорамки менее чувствительные. Значит, поэтому ими именно. Это первый момент. Второй момент – значит, какие ограничения. Значит, я не согласен, что, значит, есть категории людей вот по данной классификации, которую автор привел, что это не будет. Во-первых, надо разобраться, насколько истинна данная классификация людей. Вот, я считаю, что маятник или рамки будут работать у любого живого организма. Я такие опыты ставил, например, когда вот раскладывал яблоки на столе и, грубо говоря, втыкал рамки и проверял, как это работает, даже на уровне статистики. Вот, работает у любого живого организма, даже неразумного. Там другое дело, что, значит, когда, например, животные используются, то возможно, что они не в чистом виде, а через них действуют какие-то невидимые существа. Я считаю, что вообще вот такой инструмент зависит от эгрегора, к которому подключен данный человек или данное живое существо. И, соответственно, ответы часто выдает именно эгрегор, причем в силу своей осведомленности. То есть, например, если студент, который готовится к экзамену, будет задавать слишком умные вопросы там по математике и по физике, и использовать там маятник или рамку, вот, скорее всего, он не получит адекватные ответы. Почему? Потому что степень осведомленности его эгрегорных структур значительно ниже, чем вот материалы по точным наукам. Вот, но маятник может быть полезен для других целей. То есть, там не для поиска абсолютно точных ответов, а, например, чтобы поймать состояние. То есть, например, состояние тревоги или состояние радости. То есть, это передается хорошо, даже вот в отношении других живущих. Ну, это же твое личное представление. Нет, нет, не просто. Это многократно проверено. Опытом не только поищем. Андрей, ты задал, ну, подожди, сейчас ответит, Анатолий Иванович. А, ей вопрос еще про персональные данные. Сейчас, секундочку. А в какой степени? Значит, абсолютно, ну, скажем так, почти все верно сказал Андрей с точки зрения моей. Я хотел не уточнить. Да, да, вот эта вот градация. Но внутри, внутри этих всех пяти мной перечисленных видов есть различные. И они различно будут работать. И звероподобные, и все остальные прочие, понимаете? Поэтому здесь нужно подвести, кто я. То есть, познай себя, познаешь мир. Второе, да, действительно, это такой более тонкий, чем рамка. И с ним нужно работать аккуратно. Еще раз подчеркиваю технику безопасности. Тот, кто будет с вами на контакте через маятник, может над вами смеяться, издеваться, ложь подавать и так далее, и тому подобное. Поэтому то, что я вам не сказал, выберите сами, с кем будете работать. Я не могу вам сказать, с кем я работаю. Это я работаю. Поэтому каждый из вас, начиная работать, у меня были ошибки, сразу честно скажу. Я не успел ее в руки, только сформулировал еще до маятника мысль свою. В руки взял, он мне показывает. Главное показывает, да, потом показывает, нет. Да, нет. Я столько с ним, ну, не промучился, а упражнялся, чтобы это ближе к истинам. Почему ошибки были? Потому что я, даже по-простому, не умел работать. Потому что я задавал глупые вопросы, я неправильно задавал вопросы. Я был в плохом состоянии, если я буду нервный, злой и так далее, ложь 100%. И я обращался не к тому. То есть кто-то мне это подсказывал. Вот пока я его нашел. Да, у него. Оль, а ты вот эти картины, картины. Он не дает нам до смартных ответов. Так же, это все надо. Можно сказать, что... Три минуты, надо, надо. То же самое. Вот, у него, профессиональный жест. У него не видно людям будет. Так, уважаемые друзья, уважаемые друзья, зовут тебя, как представься сама. Сейчас, подожди. Ты будешь показывать, все видно будет. Все видно. Зачем говорить, что не видно. Все хорошо видно. Все видно будет. Мы можем даже к себе повернуть. Поверни к нам. Так, я подниму. У нас на камеру больше. А кто хочет, тогда отдельно приедет, посмотрим. Нет, вы показываете на камеру и туда. Вот поверни сюда. Не надо ломать. Ну ладно. Вот показывай, видишь? Ты там будет видно тоже, что ты показываешь. Нет, ну ты можешь поднять вот так. Оль, объяви, художник. Гениальный художник у нас в гостях. Скажи. Внимание. Дай.